Всем привет, дорогие зрители! С вами Степову. Я сейчас нахожусь в кабельном коллекторе. Кабельный коллектор достаточно новый, в очень хорошем состоянии. Забросился я сюда через веншахт и сейчас пройдусь, посмотрю сам этот кабельник. Вот он уходит вниз, углубляется. Тут явно идет наклон. Достаточно глухое эхо. Кабельник сухой, не подтопленный. Есть рабочее освещение. Правда, я не пробовал его включать. Пока говорить о протяженности этого коллектора тяжело. Я только начал удаляться от точки заброса. Впереди виднеется, очевидно, дверь. Сейчас посмотрим, есть ли проход дальше, есть ли возможность туда пройти. Да, здесь имеется проход дальше. Идет вот такое небольшое расширение. В стене виднеются гильзы для того, чтобы туда можно было пропустить кабели. Использовано только несколько гильз. Похоже, что датчики здесь отсутствуют. Вот так вот выглядит вентиляционная труба веншахт. Ну а я продолжаю свой путь. Ну а я продолжаю свой путь. Достаточно длинный кабельник. Так, я пока не буду подсвечивать другим фонарем. Используюсь. Насколько запасные батарейки я для фонаря не взял. И на случай, если батарейки в одном из источников света сядут, я считаю, обязательно надо иметь запасной источник света. Либо запасные батарейки элементы питания. Сейчас я попробую вот так вот светить вдаль. Да, тут очень длинный коллектор. Тут вот начинается подтопленная часть. Здесь коллектор ушел еще достаточно, углубился вниз. Поскольку я не очень подготовился к такому повороту и надел обувь, у меня и драмокайпы. На этот раз я отложил прохождение подтопленного участка. Сейчас я прервусь на фотосессию здесь, в коллекторе. Вот отмечен пикет 168. Надо полагать, что это 168 метров пикет. А вот бирка с данными кабелей, которые здесь проходят. Кабель от ТЭЦ. Еще какие-то кабели. Как я уже говорил, коллектор действующий и коллектор свежий. Пикет еще один. 170. 171. Ну и так далее. Вот так вот выглядит ствол этого коллектора. Состоит он из трех этажей. То есть я сейчас нахожусь на самом нижнем уровне. и надо мной еще два балкона. Вот такая вот лестница. Тут еще находится кабель обрезанный. Поэтому с ним соседство не очень приятное. Вот так вот вдаль уходит этот коллектор. Рядом с гильзами для прокладки кабелей находятся вот такие вот электрические щитки. Очевидно они предназначены для включения вентиляции. Здесь находится вентиляция. И для включения освещения. Но, как уже неоднократно говорилось, что находясь на объекте, лучше не включать, не трогать никакие электрические приборы, выключатели и так далее. Эта вот лестница идет туда наверх в шахтный ствол. Но я потихонечку буду двигаться на выход. Вот это вот выход в еще одну вентиляцию. А тут вот такой вот подъем идет. Раскладки для кабелей поднимаются. Сейчас попробую. Поднимусь наверх. Посмотрю, есть ли там продолжение этого коллектора. Куда оно идет. Ну, собственно, да, вот здесь вот коннектор окончается. Отсюда выходят провода. И здесь такая забутовка. Провода идут дальше. И здесь такая забутовка наглохо. Собственно, в одну сторону у меня коллектор прошел до конца. Ну что же, вот я удачно выбросился. Время пятый час ночи или утра. Это кому как больше нравится. Ну и теперь можно спокойной душой отправляться. Ужинать или завтракать. Всем пока. С вами был Степа Вулф и канал Underworld. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Ну и если есть какие-то мысли, комментарии, пишите. Будем рады. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok